Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Сложился как карточный домик. Последствия обрушения двух этажей в доме по улице Пушкина Рязани обсуждают уже четвертый день. Дубликаты бесценного груза. Павел Малков вручил паспорта самым ярким представителям рязанской молодежи. Ледяная профилактика. На фестивале энергия холода самыми стойкими оказались малыши. Один из пострадавших во время обрушения части жилого дома на улице Пушкина по-прежнему в тяжелом состоянии. Напомню, вечером в пятницу, как сообщают очевидцы, в результате хлопка, как карточный домик, сложились два этажа. Двое пострадавших были доставлены в больницу. В поисках остальных спасатели буквально за несколько часов разобрали все завалы по кирпичику. К счастью, больше никого не нашли. Хронология событий в нашем следующем материале. Это одни из первых кадров после частичного обрушения дома по улице Пушкина. Сообщение ОЧС поступило на пульт дежурного в 17 часов 33 минуты. Жители рассказали, что вначале был хлопок, а затем две квартиры на первом и втором этажах просто сложились, как карточный домик. Спасатели прибыли оперативно. Из полуразрушенного дома эвакуировали семь человек. Двоих нашли под завалами. Это мужчины 20 и 29 лет. У одного ожоги. Он был в тяжелом состоянии. Второй отделывался сотрясением мозга и легкими травмами. Обоих госпитализировали в БСМП, сообщают СМИ. Вскоре количество спасателей техники увеличилось почти вдвое. Теперь аварийно-спасательные работы проводили 59 человек и 21 единица техники. Считай, грейдер, кран, экскаватор и два самосвала. К поиску возможных жертв завала привлекли служебных собак. Как сообщила мэр города Елена Сорокина, эвакуированных жителей дома разместили в ПВР во Дворце молодежи. Она уточнила, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. Однако есть здесь одна тонкость. По словам Елены Сорокиной, чтобы выделить средства на восстановление, необходимо ввести ЧАЭС муниципального характера. Другая же задача – установить причину трагедии. Следователями-криминалистами следственного управления произведен осмотр места происшествия. Обрушены все жильцы многоквартирного дома. Изъяты фрагменты газовых труб, газовое оборудование, назначенные судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизой. Сразу после обрушения дома появилось две основных версии. Первая – взрыв бытового газа. Вторая – взорвавшийся самогонный аппарат. Приоритетности у них пока нет. По официальной информации, цитата, «произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты». Конец цитаты. Уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Прокуратуре Железнодорожного района города Рязани поручено проведение проверки по факту происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание ремонта дома, а также соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации внутридомового оборудования. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мира реагирования. На следующее утро, 10 декабря, в доме номер 47, корпус 2 по улице Пушкина, эксперты приступили к осмотру всех квартир и коридоров. На наших кадрах видно, что в некоторые из них им приходилось входить буквально силой. А еще отметим экстренную работу по сварке новых труб аварийной службы газа. Тогда же, в субботу, дому вернули отопление, газ, электричество и воду. Мэр Рязани Елена Сорокина заверила, что люди вернутся уже во второй половине дня. Самый большой урон был нанесен четырем квартирам во втором подъезде, соседнем с местом происшествия. При поддержке Минсоцзащиты во всех квартирах дома побывала специальная комиссия по оценке возможного ущерба. Впрочем, сами люди уже высказались против восстановления дома 1958 года постройки. По их сломам, его капитально никогда не ремонтировали, но он до сих пор не признан аварийным. В социальных сетях рязанцы отметили, что надеются на правильную экспертизу и расселение всех жильцов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Сегодня день Конституции России. День основного закона нашей страны всегда символичен. Павел Малков вручил первые паспорта самым активным представителям рязанской молодежи. Кристина Седых ученица Кораблинской школы. Она призер Олимпиады по русскому языку, экологии, истории, обществознанию и географии. Трижды удостаивалась школьного знака «Равняюсь на героя» за большое количество пятерок. Ее успехи отметили и на региональном уровне. Поэтому сегодня ей вручает паспорт губернатор Рязанской области Павел Малков. Седых Кристина Сергеевна. Кораблинская средняя школа имени героя Российской Федерации Сарычева. Сегодня в зале торжественных приемов правительства Рязанской области отличники, спортсмены, волонтеры, активисты. В общем, ребята, которые к своим 14 достигли определенных высот. Кто-то, как Кристина Седых, отличник. Другие, как Дарья Некрасова, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Есть даже ребята, которые увлекаются искусством. Впереди у вас вся жизнь наполненная яркими, интересными событиями. Идите по ней уверенно. Перед вами все дороги открыты. И самые широкие возможности реализовать себя в науке, образовании, медицине, экономике, культуре, искусстве. Где угодно, где вы сами посчитаете необходимым. Я уверен, что вы станете достойными гражданами нашей великой страны. Желаю вам найти свое место в жизни. Реализовать все свои таланты. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Примечательно, что паспорта ребятам вручают именно в день Конституции Российской Федерации. 12 декабря – это одна из значимых памятных дат российского государства. И примечательно, что на церемонию вручения паспортов прибыли и школьники, как из города, так и муниципальных образований региона. Я испытываю большую гордость, потому что получил паспорт от рук губернатора. Но было волнительно, все-таки губернатор. Церемония вручения паспортов завершилась экскурсией по зданию правительства области. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». А накануне губернатор побывал на фармкомпании «Фармера», где с представителем предприятия договорился о прямых поставках завода лекарств для лечения онкобольных. «Фармера» увеличивает производство. В следующем году здесь намеренно запустить новую линию. С самого начала визита Павел Малков осмотрел производственный комплекс компании «Фармера». Лаборатории – линию по производству цитостатических препаратов. Компания выпускает семь видов противоопухолевых лекарственных средств, реализует проект по выпуску стерильных растворов и леофилизатов. Поскольку мы являемся производителем цитостатиков, онкологических препаратов, все работы с данным видом продукции ведутся только в боксах микробиологической безопасности, так как это связано непосредственно с защитой самого персонала. Микробиологическая лаборатория также оснащена современным оборудованием, которое необходимо для выполнения текущих анализов. Ну и микробиология является основой любого фармацевтического предприятия, так как они осуществляют микробиологический мониторинг и выдают разрешение на заключительной стадии выпускающего контроля о стерильности лекарственных препаратов. В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона по вопросам развития фармпроизводства на предприятии была проведена масштабная модернизация, создан комплекс чистых помещений, смонтированная система вентиляции и кондиционирования. Совокупный объем инвестиций – 2 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что производство организовано на самом высоком уровне, применяется высокотехнологичное оборудование. И сейчас необходимо проработать вопрос о прямом сотрудничестве. На встрече с руководством компании губернатор обсудил перспективы развития. В планах расширение производства за счет выпуска новых наименований и форм препаратов. В числе актуальных тем – ремонт подъездной дороги. Такие современные предприятия – основа экономики Рязанской области. Здесь производится жизненно важная продукция, созданы рабочие места. Что зависит от правительства региона, от местного самоуправления, обязаны обеспечить в полном объеме. В первую очередь создать инфраструктуру. Подытожил визит Павел Малков. Энергия холода. Фестиваль закаливания с таким названием собрал на пруду УЦСК около сотни любителей зимнего плавания. Причем, как противостоять стужи, на личном примере продемонстрировали самые юные моржи из детского сада номер 118. Фестиваль закалки и плавания в ледяной воде Рязанский клуб моржей «Эврика» проводит уже второй год подряд. На этот раз конкурсов было больше, людей, желающих испытать себя тоже, причем в основном это были дети и подростки. Понятно, что сходу, без подготовки, зайти в ледяную воду сможет не каждый. Поэтому все участники в обязательном порядке вначале грелись в теплушке под названием «Кедр». Открывать праздник закаливания выпало самым юным моржиком из детского сада номер 118. Даже смотреть на этих маленьких халков было очень холодно. Поехали! Первый пошел! Боже мой, где родители, где родители? Аккуратно! Аккуратно! Каждый день в 8 утра у нас проходят зарядки на улице. Каждый день они обливаются. Поэтому отработана методика, отработаны техники разные. Воспитатели владеют этим, не боятся. Работа с родителями. Родители не боятся. Сегодня родители сами привезли своих детей. Когда дети ведут себя по-взрослому, самим взрослым отставать как-то не очень. В командном заплыве ли убители поплавать в ледяной воде, разделились на яичницу и сало. Как и подобает утреннему рецепту, пришли вровень. Хотя в одной из команд был чемпион России и действующий рекордсмен мира по плаванию в ледяной воде. Говорит, для победы просто дистанции не хватило. Единственная разница только в старт по-другому делаться. В ледяной воде снизу делаться. И повороты делать нельзя плыть под водой. То есть там только 7 метров, 7,5 мм можно под водой плыть. А так, в принципе, по технике прохождения все очень-очень похоже. Все то же самое. Единственное, руки, конечно, коченеют. Ну, это где-то секунд через 30 проходит, и уже чувствуешь себя, как в обычной воде плывешь, делаешь самоработу. За разогрев зрителей на фестивале отвечали певицы-аниматоры. Самые нетерпеливые из участников присоединялись удаленно, устроив возле теплушки импровизированный танцпол. Совершенно не боясь простыть. А все потому, что опытные и закаленные. Во-первых, заболевание уменьшается. Вот по нашей статистике уменьшилось в прошлом году на 30%. Мы с родителями общаемся, спрашиваем, узнаем. Вот тенденция именно профилактики сезонных вирусов и простудных заболеваний очень эффективная. И те детки, которые болеют, все-таки, ну, так же, как и взрослые закаленные люди, тоже все-таки болеют, да, общаясь в социальной среде, заболевания проходят легче и быстрее. В программе фестиваля «Энергия холода» значились и марафонские дистанции, и эстафеты, и даже водное поло, которое ограничили пятью минутами, чтобы совсем не замерзнуть. В Рязани завершился региональный этап международных рождественских образовательных чтений. Они стали уже доброй традицией, их проводят уже в 31 раз. А темы каждой секции настолько разнообразны, что приобщают к дискуссии ребят разных возрастов. Трезвость как основа нравственной и религиозной жизни в христианском учении. С этой секции начались 31-е международные рождественские образовательные чтения. Настоящее сражение с современными напастями не первый год ведет священник Вячеслав Мамаев. Он председатель епархиального отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. Вячеслав и сам подает пример окружающим, регулярно принимает обет трезвости. Самое основное, что наш отдел делает, это прививает в людях трезвый образ жизни. Потому что, когда человек начинает трезво мыслить, трезво жить, то, соответственно, у него совершенно другие взгляды на жизнь, совершенно другие понятия, совершенно другое восприятие нашего мира. И для него трезвость как основа нравственной и религиозной жизни будет являться. Поэтому я считаю, что самое главное – воспитывать в людях трезвость. На рождественских чтениях говорили о первых шагах в борьбе с зависимостью, разрушали мифы, которыми успел обрасти культы алкоголя. Была и статистика. Например, по данным ВОЗ, критическая доля алкоголя на душу населения – 8 литров. В России, по данным Минздрава, больше 9. Победить зависимость можно только совместными усилиями. Об этом рассуждали на секции православной молодежи и современные вызовы общества. Важно об этом говорить, потому что все начинается с определения проблемы. Если мы не будем говорить об этом, если мы не будем какие-то вещи проговаривать, то мы не будем знать, как их решить. Потому что то, что витает в воздухе, вроде как интуитивно все понятно, оказывается, что далеко не всем все ясно. И порою решения для конкретного человека проявляются в речи спикера и стремлении понять, охарактеризовать ту или иную проблему. Какие вызовы стоят перед современной молодежью? История поиска и даже апостасия в современном восприятии. Апостасия – это вера отступничества, вражда против Бога. Оттого и порассуждать об этом в рамках секции куда интереснее. Прошли у нас практически секции по всем направлениям. Все очень важные. И поэтому, конечно, обмен мнениями сейчас, особенно в этих серьезных условиях, по тем или иным вопросам, и некая ориентация в том, что и дальше, как делать, она, конечно, требовалась. В общем-то, православная оценка, и тем более касающаяся просвещения молодежи, она вот на этих площадках наиболее актуальна. В завершении митрополит Марк добавил, что чтения должны быть площадкой для обсуждения идей, которые будут реализовываться в дальнейшем. В 2023 году по возможности чтения планируется проводить на совместных площадках для всех трех епархий митрополии. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.3w.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok